Лунные влюбленные, второй сезон, серия 14 Хаджин разбудил телефонный звонок. На экране, как обычно, высветилось родное имя Ван Со, и она с радостью ответила. Алло, алло, твой личный Джин на связи. Какое желание изволите загадать сегодня о могущественной повелительнице? Хаджин рассмеялась, а потом серьезно ответила. Сегодня я хочу покататься на лодке. На лодке? Переспросил Хансон. Да, на лодке, утвердительно ответила Хаджин. Хорошо. Медленно отозвался молодой мужчина и добавил с паузой. Разборяжусь, чтобы к вечеру подготовили яхту, и мы покатаемся с тобой. Нет, нет, это не то, неожиданно запротестовала Хаджин. Мне не нужна яхта. Я хочу поплавать на лодке, понимаешь? На простой лодке с двумя веслами. Вот что мне нужно. И она повесила трубку, не дожидаясь его ответа, чтобы не тратить силы на убеждение. Он все равно согласится. Другого выбора у него нет, подумала она и печально заметила, что временами бывает невыносимо жестоко. Хаджина тянула на голову одеяло и принялась мысленно оживлять в сознании прогулку на лодке с Вансо сотни лет назад во временах Корё. Тогда он пригласил ее встретиться у озера, чтобы сказать что-то очень важное. Она так готовилась к этой встрече. Нарядилась, сделала прическу со шпилькой, которую он ей подарил. Прождала озеро кучу времени и уже собиралась уходить, но обернулась и увидела Вансо. Он был тогда мрачнее тучи, и на ее вопрос о том, что он хотел ей сказать, ответил, что забыл. Это была мучительная пытка для ее сердца, ведь она была уверена, что именно тогда он признается ей в любви. Несмотря на боль разочарования, прогулка на лодке по озеру наедине с любимым была одним из самых ярких ее воспоминаний. Они смеялись, любовались друг другом. Это были неповторимые моменты счастья, истинного счастья. Телефон снова зазвонил. Хаджи начнулась от временного забвения и снова приняла входящий вызов от абонента, записанного как Вансо. «Я заеду за тобой через час», — послышался голос в трубке, и тут же разговор прервался. «Да уж», — за сотни лет ничего не поменялось, — усмехнулась Хаджин. Последнее слово всегда должно быть за ним. И она начала собираться. Стоя у кассы проката катамаранов и лодок, Хансон очередной раз попытался запротестовать против аренды самого дешевого варианта из всех здесь предложенных. Но Хаджин была неумолима. «Если я утону, это будет на твоей совести». Пытаясь иронизировать, но с нотками паники в голосе проговорил Хансон и кое-как забрался в небольшую лодку с веслами. Это маленькое судно то и дело пыталось уплыть из-под его ног. Но настоящие испытания начались дальше. Молодой мужчина, самоуверенный на берегу, превратился практически в беспомощного на воде. Весла никак не хотели слушаться. Он весь вспотел, пока разбирался с ними и что-то гневно бормотал себе под нос. Но все же в конце концов лодка поддалась и им удалось отчалить. Хаджин не обращала никакого внимания на возню молодого человека. Она смотрела на волнистую рябь, которую создавали уже активно работающие весла за бортом, и мысли ее как будто растворялись в этой темной воде. «Ты странная», задумчиво проговорил Хансон, когда они выплыли уже на середину водоема. «Почему, непонимающая и даже слегка обиженно отозвалась Хаджин?» «У тебя была возможность пройтись по воде на парусной яхте, которая стоит кучу денег. Роскошно выглядит и вообще о таком многие даже и не мечтают. Но вместо этого ты выбираешь прогулку на старой, не сильно чистой лодке, которая дешевле самого занюханного катамарана. Неизвестно, сколько людей ежедневно в ней катается и сколько сейчас на моих руках бактерий». Он брезгливо посмотрел на рукоятки весел и скривил гримасу отвращения. «Вот как вот тебя после этого всего не назвать странной?» Она только улыбнулась на эти слова. А он продолжал. «Ты когда-нибудь каталась на яхте?» «Нет, честно, но без какого-либо энтузиазма», ответила Хаджин. «Я не каталась на яхте. Я не знаю это ощущение. Возможно, поэтому я и не стремлюсь туда». Зато я каталась на лодке. На обычной лодке с веслами, и это были потрясающие чувства, которые мне хочется испытать вновь и вновь. «Но ведь можно попробовать что-то новое, и возможно тебе понравится это еще больше». «Я не задумывалась об этом», проговорила Хаджин. «Но я точно знаю, что миллионы людей могут быть счастливы каждый день, делая привычные и знакомые им вещи, съедая блюда, которые уже пробовали тысячу раз, находясь в местах, где уже бывали когда-то. Вместо этого миллионы людей предпочитают считать себя полными неудачниками и разочарованы в жизни, мечтая о том, что им недоступно». «Так, а можно проще?» – скривил губы Хансон. «Ну вот, например», – начала разъяснять Хаджин. «Я люблю луну. Так прекрасно смотреть на нее по ночам и мечтать. Возможно, даже прекрасно однажды отправиться на эту самую луну в космическом корабле. Но я понимаю, что это невозможно. И я не буду изводить себя мыслями об этом. Зато я 300 раз прыгала на батуте. И я обожаю это состояние. На батуте все мысли, даже самые плохие и тяжелые, просто выветриваются. На батуте невозможно быть в плохом настроении и грустить. Поэтому я выберу прыжки на батуте в 301 раз, чем полет на луну. И буду счастлива». «Ой, все, хватит умничать!» – прервал ее Хансон и опасно качнул лодку. Хаджин тут же взвизгом вцепилась руками за бортики, а он расхохотался во все горло. «Хотелось, чтобы этот миг длился вечность. Он и она сквозь века вновь вдвоем в одной лодке смотрят друг на друга. И им хорошо». «Ах, так?» – скричала Хаджин, улыбаясь. «Значит, война!» С этими словами она зачерпнула из-за борта пригоршню воды и окатила Хансона сотнями сверкающих брызг. Конечно же, он не остался в долгу. И через минуту оба были мокрые с ног до головы. Хаджин, казалось, была прирожденным стрелком водными брызгами. Так что Хансон очень быстро завопил «Сдаюсь, хватит!» Когда водная перестрелка прекратилась, он посмотрел на девушку с улыбкой и проговорил «У меня есть для тебя кое-что». С этими словами он достал из внутреннего кармана джинсовки что-то блестящее. Взял руку Хаджин и положил ей на ладонь подарок. Хаджин ахнул. Он нервно проговорил «Надеюсь, ты не станешь отказываться. Эта безделушка стоит сущие пустяки, но...» «Я помню, что ты очень хотела шпильку времен Карё». Хаджин посмотрела на него, улыбнулась и прошептала. «Этот подарок дороже всех сокровищ мира». «Правда?» — непонимающе удивился Хансон. «Что же такого ценного в этой шпильке?» «Просто я очень люблю всё, что связано с эпохой Карё», — задумчиво проговорила она. «Иногда мне кажется, как будто моя душа оттуда. Или я просто видела чудесный сон». Хансон молча смотрел на неё, но, кажется, совсем не понимал, о чём она говорит. После того, как они благополучно выбрались на берег, он вдруг спросил. «Скажи, а твоя теория работает и в отношении людей тоже?» «Какая теория?» — уточнила она. «Ну, ты предпочтёшь быть тем, с кем тебя связывают общее прошлое и хорошие счастливые воспоминания, чем новое и, возможно, интересное знакомство». Хаджин на мгновение задумалась, а потом расплылась в улыбке и утвердительно ответила. «Да, так и есть. Я люблю одного человека и очень хочу его вернуть. Ведь именно с ним однажды я уже испытала чувство абсолютного счастья. Да, он забыл меня. Но я сделаю всё, что в моих силах, чтобы он вспомнил. И я хочу, чтобы он знал. «Мне не нужен никто другой, даже если этот другой, возможно, и лучше». Она произнесла всё это, глядя Хансону прямо в глаза, будто признаваясь в любви. Но отчего-то выражение лица молодого мужчины после её слов стало печальным и обречённым. Продолжение следует.